Первые ликвидированные на украинской территории северокорейские офицеры. Ракетный удар под Донецком уничтожил шесть северокорейских офицеров. Тысячи военных, тренирующихся на российских полигонах. Корейцы, разгуливающие улицами Москвы. А также лекции по политической подготовке российских переводчиков в духе «Назад в СССР». Ким Чен Ын вступает в войну против Украины. Пхеньян и Москва более не скрывают свои планы. Каков военный потенциал Северной Кореи? Что задумали диктаторы? Об этом далее в «Арсенале». Три года тяжелой кровопролитной войны между Югом и Севером сделали Кореи одними из наиболее милитаризованных стран во всем мире. Они готовятся, они понимают, что Северная Корея – это прямая угроза, в первую очередь для Южной Кореи и также Японии. По данным аналитиков Global Firepower, в 2024 году по численности действующих военнослужащих Северная Корея стала пятой в мире с одним миллионом трехстами тысячами военнослужащих, а Южная – девятой с шестистами тысячами соответственно. Что интересно, параллельно с отправкой своих войск на войну с Украиной, Ким Чен Ын угрожает войной еще и своему южному соседу. В случае войны уничтожится Республика Корея. Она желает войны, и мы с удовольствием уничтожим ее. По сводным данным, за два дня – 14 и 15 октября – в общегосударственном масштабе более 1 миллиона 400 тысяч руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в народную армию. Тот случай, когда не качеством, так количеством. При не самом большом 25-миллионном населении Северная Корея имеет около 4 миллионов военных в резерве, что в сумме с действующими дает Ким Чен Ын у более 5 миллионов идеологически промытых военных. Сформировалась своеобразная ось авторитаристов. Китай, Россия, КНДР и Иран сотрудничают с другими странами, ненавидящими концепцию свободного мира и полагающими, что Россию следует поддержать в попытках восстановить свою империю. Потому что эти страны верят в империи и сферы доминирования. Военное сотрудничество РФСКНДР началось с передачи крупных партий артиллерийских боеприпасов. И хоть на низкое качество этих самых боеприпасов регулярно жалуются сами же русские оккупанты. Нехватку качества компенсирует количество. Северная Корея поставляет половину снарядов, используемых Россией в Украине. На протяжении десятилетий, еще со времен Корейской войны 1950-1953 годов, СССР являлся главным военно-техническим спонсором Пхеньяна. Именно с тех времен в КНДР накапливались огромные запасы советских артиллерийских боеприпасов, которые на сегодняшний день КНДР и передает РФ. Главная проблема в сотрудничестве двух диктаторских стран заключается в том, что Запад не имеет никакого влияния на режим Кима. Ведь словами и санкциями северокорейцев уже давно не запугаешь. Она фактически росла в этой почве из санкций. И хоть там все очень тяжело, но есть Китай, есть черные рынки, есть возможность воровать криптовалюту и за счет этого даже ядерную программу сперва создать, а затем и развить. И хоть надавить на КНДР почти невозможно, углубление военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном открывает некоторые перспективы и для Киева. Так как в Южной Корее хорошо понимают, что навстречу поездам, загруженным северокорейскими боеприпасами, ракетами и солдатами, едут российские поезда с технологиями и разнообразной техникой. Я думаю, сама логика развития сотрудничества между Россией и Северной Кореей в конце концов просто логично приведет Южную Корею к активизации военно-технического сотрудничества с Украиной. И вот именно по этому принципу, если у нас общие враги, мы должны сотрудничать друг с другом. Если у Пхенья на принцип не качеством, а количеством, а в крайнем случае достанем свой главный козырь – ядерное оружие, Сеул вкладывает огромные средства и ресурсы в развитие современного ВПК – танки, истребители, гаубицы и реактивные системы залпового огня. К 2027 году Сеул планирует войти в топ стран-лидеров по экспорту военной техники и боеприпасов. На сегодняшний день главным покупателем южнокорейского оружия является Польша, заключившая в 2022 году огромный контракт на десятки миллиардов долларов, согласно которому Варшава получит более 600 самоходных артиллерийских установок К-9, 218 САУ К-239 Чунмо, около тысячи танков К-2, а также 48 истребителей Фа-50. Для того, чтобы понимать, какая пропасть в военно-техническом развитии между севером и югом, достаточно посмотреть на встречу военных двух стран у границы. На фоне северокорейских соседей южнокорейская пехота выглядит чуть ли не космодесантниками. А пока юг не отстает, а в некоторых военных отраслях даже опережает передовые западные державы, львиная доля северокорейского ВПК завязана на советских технологиях. Основной боевой танк Пхеньяна Чонхо, насчитывающий более 1250 экземпляров, по сути является переименованной копией советского Т-62. Показательно, что единственным в мире оператором этого северокорейского танка, помимо КНДР, является Иран, заказавший 150 экземпляров в 1981 году. Технические характеристики танка следующие. Вес Чонхо 40 тонн, длина корпуса 6,63 метра, высоту 3,52 метра, мощность 750 лошадиных сил, максимальная скорость 50 км в час. Основное вооружение 115-миллиметровая гладкоствольная пушка. Серийное производство Чонхо началось уже после окончания Корейской войны. Поэтому на практике, в условиях реальных боевых действий, танк себя никак не зарекомендовал. Куда интереснее у КНДР обстоят дела с самоходными артиллерийскими установками. Специфика военно-стратегического положения Южной Кореи заключается в уязвимом расположении ее столицы. От демилитаризованной зоны, то есть фактической границы с КНДР, силу отделяют всего полсотни километров. Столь небольшое расстояние побудило в северокорейском руководстве желание заполучить пушку, способную дотянуться до соседней столицы. Результатом усилий северокорейских инженеров стала самоходная пушка Коксан, очень необычного, 170-го калибра. Для северокорейской САУ использовались шасси танкового типа, заимствованное у советского среднего танка Т-54. Название Коксан самоходки дали западные эксперты в честь северокорейского города, в котором САУ впервые была замечена. Настоящее же обозначение САУ до сих пор неизвестно. Считается, что производство началось примерно в 1973 году. Публичная самоходка впервые была продемонстрирована на параде 1987 года. Тактика, технические характеристики северокорейской самоходки следующие. Вес около 40 тонн. Длина ствола 50 калибров или же около 8 метров. Скорострельность 2 выстрела в минуту. Мощность двигателя 580 лошадиных сил, что дает самоходке возможность развивать скорость в 40 км в час. Дальность стрельбы обычным, осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным 54-60 км. САУ Коксан, созданная в 70-х годах, стала первым образцом северокорейского стратегического оружия. Своеобразной длинной рукой военно-политического руководства КНДР. До появления ракет, именно эти пушки являлись единственным средством, способным с территории Северной Кореи поразить ключевые центры Южной, столицу Сеул и порт Инчхон. На этом все. Не забывайте писать в комментарии, о каких видах вооружений вы бы хотели узнать поподробнее. Ставьте лайк этому видео и, конечно же, подписывайтесь на наш новый канал Арсенала. Ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok